Здравствуйте, это договор на оказание медицинских услуг. Пожалуйста, почитайте и подпишите. Теперь вам необходимо сдать все анализы. Если все в порядке, мы вас ждем в день операции. Спасибо. Покажи пока. Сверкай. Ооо, да. Тогда пощупай. Я думаю, они скоро уйдут. Отличный. Доктор, обещаю, братьев. Юля. А ты не боишься, что ты не переживаешь за то, что после операции ты долгое время не сможешь заниматься спортом? А также, наверное, в соляр... А пить! Пить нельзя три месяца! Вот это самое страшное. Вы понимаете, чего мы решаемся? Мы собираемся в город. Едем по магазинам. Потому что осталось несколько дней, и я стану страшно красивой! У-у-у-у-у-у-у! У-у-у! Юля выбирает себе косметику, чтобы прихораживать, чтобы быть страшно красивой. Я устала уже, мне хочется поскорее осуществить свою мечту. Я буду самым счастливым человеком на свете. Я очень коммуникабельный человек, у меня очень много друзей, очень много близких друзей. И один из моих друзей, из моих, вернее, подруг, который я приехала в Москву, это моя самая любимая подруга, Татьяна. На самом деле так тяжело. Нам, бедным девочкам, не очень легко приходится время сейлов. Очень легко. Пробки. Пробки в магазинах. Пробки страшные, пробки в магазине. Она живет в Москве, в очень красивом загородном доме. У нее очень красивые кошки. Моя сладкая. Юля, ты любишь кошек? Очень. Юля любит кошечек. А где моя библия? Она сама маленькая, как кошечка. Иди сюда, моя красавица. Я тоже люблю очень домашних животных, особенно кошек. Татьяна, она очень добрый человек, тоже веселая, мы с ней во многом очень похожи. Она меня в данный момент очень сильно поддерживает по поводу того, что вот я решилась на такой шаг сделать себе грудь, и как бы она со мной будет. Меня зовут Таня, и я лучшая подружка Юли. Когда я узнала, что она попадает на этот проект, я была действительно за нее очень рада. Я хочу, чтобы у нее все получилось, и чтобы она действительно почувствовала себя самой-самой сексуальной и самой красивой женщиной на этой земле. В принципе, на самом деле, красивая девчонка. Что у тебя мешает? Хочу быть лучше. На самом деле, желание быть лучше, это, конечно, здорово, но ты же и так красивая. Нет, я хочу быть еще лучше. Я хочу себе красивую грудь, и чтобы у меня не было боков, чтобы можно было носить красивые низкие штаны, брюки. Я себя очень сильно люблю, очень сильно люблю. Я считаю себя красивой, но грудь я сидела не из-за того, чтобы там, как это я страшно, я хочу улучшиться. Не бывает лучше, бывает лучше, лучше, лучше надо делать, мне кажется. Юля, Юля, Юля на самом деле фантастическая девушка, она очень добрая, она даже в телефоне у меня записана как милая, потому что она милая, она действительно такая добрая, открытая, отзывчивая. И самое просто, я очень счастлива, действительно, что Бог ей дал такую возможность попасть на эту программу. А не страшная операция? Не-а. Ну как это не страшно? Ну так это не страшно. Юля, даже ни капельки, ни капельки. Ни капельки, наркоз проснулся уже, новая. Новая, красивая. Снова, да, новая жизнь. Новая я. Да-да-да, новый шкаф, новая я, новая жизнь. Я не боюсь ничего. Я знаю, что будет все хорошо, я в этом уверена, и это же не первый год вообще это делается, делают люди, и не боюсь. Юля на самом деле приехала из другого города, остановилась у меня. Я ее буду очень сильно поддерживать, после операции тем более приносить ей чашку чая, супчик, и вообще вот буду как ее мамочка. Потому что, потому что... Потому что мои подруги! Йоу! Желание сходить на свидание. Дорога, давай сходим к кому-нибудь на свидание. Какая прелесть! Так хочется! После того, как я родила ребенка, мы расстались с своим молодым человеком, с отцом ребенка, и у меня никого нет. Как бы я знаю, что я красивая, многим мужчинам нравлюсь, у меня очень много поклонников. Просто я чувствую, что это не мое. Иногда там начинаешь встречаться, там пару раз ходишь на свидание, я понимаю, что это не мой человек, потому что я очень активный человек в жизни, я люблю веселье, но не все это понимают. Многие как бы хотят семьи, все остальное, или может быть просто я не встретила того, ради которого я готова там сесть дома и... не знаю. Да будет она счастливая? Будет, я верю. Все будет у нее отлично. Как у меня. Ну, я думаю, что после того, как я сделала себе грудь и липосакцию, я думаю, что я больше буду в себе увереннее, несмотря на то, что я и сейчас в себе уверена. Милая моя, это будет лучше. С одной стороны, я очень-очень рада, я очень сильно переживаю. Все будет хорошо, правда. Ты же рядом со мной будешь, все будет хорошо. Юленька, миленькая, желаю, на самом деле, чтобы вся операция прошла успешно, чтобы ты действительно лишилась вот этих вот своих недостатков, которые ты сама по себе решила, что они твои недостатки. Дай бог, чтобы все было хорошо. Ну, всего лишь третий, один размер. Ты думаешь, как это будет выглядеть? Ой, я думаю, это будет очень красиво. Ну, примерно. Ну, очень красиво. Страшно красиво. Страшно-страшно красиво. Ой, Юлька. Счастливые мы. Да, это точно. Единственное, конечно, что в сауну нельзя будет уходить. Поэтому чувства мы сегодня сидим с тобой последний раз. Паримся. Здравствуйте, меня зовут Стенюшкина Юля. У меня сегодня операция. Здравствуйте, доктор вас ждет. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Ну, как ваши дела? Все хорошо. Готово? Да. Хорошо. Значит, в планах у нас сегодня лепротезирование и небольшая репосадция боков. Сейчас порисуемся. Я сделаю разметку специальным маркером. И тогда уже будем готовиться к операции. Хорошо? В принципе, все. Разметку сделали. А сейчас вас посмотрят в анестезиологах. И где-то через полчасика сделаем уколчики. И тогда уже встретимся в операционной. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я врач-анестезиолог. Я сегодня буду давать вам наркоз. Зовут меня Алла Викторовна. Очень приятно.